Новозеландца Джесси Шейна Кимпсона, Джесси Шейн Кимпсон, окончательно признали виновным в убийстве дочери миллионера Грейс Миллан, Грейс Милейн, во время секса и разрешили разглашать его имя. Подробности сообщает издание Daily Mail. По информации журналистов, прежде имя мужчины держалось в секрете, поскольку его адвокат заявил, что эти данные могут помешать справедливому судебному разбирательству. Несмотря на то, что приговор по этому делу был вынесен еще в феврале, преступник не признал своей вины и подал апелляцию, однако суд отклонил ее во вторник, 22 декабря, после чего имя убийцы разрешили предать огласки. Как стало известно в ходе расследования, Миллан путешествовала по Новой Зеландии в конце 2018 года. Тогда обвиняемый познакомился с девушкой через приложение знакомств Tinder, и она согласилась на встречу с ним, поскольку отмечала в этот день день рождения. После похода в ресторан пара поехала в гостиницу, где Кимпсон во время секса задушил девушку и сделал несколько обнаженных фотографий. Мужчина вывез тело убитой в чемодане и оставил в лесу. Сразу после этого преступник встретился с другой женщиной и рассказал ей о вымышленном друге, убившем незнакомку во время полового акта. Позже его новая знакомая услышала о громком деле и пошла в полицию, чтобы заявить об этом диалоге. Кроме того, выяснилось, что 28-летний Кимпсон уже был осужден за изнасилование другой женщины в мотеле за несколько месяцев до этого преступления. Также его признали виновным в нападении на бывшую девушку. Суд приговорил его к пожизненному заключению с 17-летним сроком без возможности условно-досрочного освобождения. 9 декабря 2018 года полиция обнаружила в Новой Зеландии тело пропавшей во время кругосветного путешествия туристки из Англии. 22-летняя дочь миллионера Грейс Миллан перестала выходить на связь за несколько дней до этого. Ее тело было спрятано в кустах возле так называемой живописной дороги, Синник-Драйв. Предположительно, убийца привез его туда на арендованной машине, которую позже оставил за 300 километров, в городе Таупа на севере Новой Зеландии.